Дорогие братья и сестры, нет никаких свидетельств о том, что преподобный Амбросий когда-либо при своей земной жизни был в Санкт-Петербурге. Но сейчас эти свидетельства точно есть. Он здесь среди нас, пребывает духом. Сначала он пришел сюда в виде своих святых целебных мощей, и сейчас мы видим его в образе этой скульптуры. В православной церкви у нас нет такой традиции поклоняться святым в виде скульптур и памятников. Это только у католиков. Но некоторые святые становятся для народа как бы неким символом, являются неким мостом, через который неверующие люди приходят ко Христу. Как преподобный Амбросий при жизни был таким мостиком, как он сам говорил, я питал вас разбавленным молоком. То есть есть люди, которым сложно сразу принять настоящее твердое крепкое Христово вино, его учение. Поэтому они сначала должны напитываться каким-то разбавленным молочком, потом уже по мере возрастания духовного уже полноценно приходить ко Христу. Смотря на этот памятник, мы видим, насколько он как бы низко, как будто бы рядом с нами. Обычно памятники делают на высоких постаментах. Мы специально его сделали, чтобы он, как и при жизни, был близким к людям. Помните, был такой случай, когда к преподобному Амбросию пришла женщина, какая-то старушка, и начала ему плакаться о том, что у нее помирают индюшки. И он начал с ней серьезно об этом говорить, учешать ее. И когда у него спросили, батюшка, ну смотрите, столько людей стоит, серьезными вопросами, на исповедь к вам ждут, а вы занимаетесь какими-то индюшками. Так он ответил, что, понимаете, вся жизнь этой женщины в этих индюшках, кто ее утешит, как не я. Вот у нас в душе у каждого есть свои индюшки. И нам хочется, чтобы, ну каждому из нас хочется, чтобы кто-то поскорбел с нами, кто-то сострадал, сказал какое-то теплое слово. Поэтому вот этот памятник преподобному Амбросию, он как-то помогает понять, что он рядом с нами, что это не какой-то святой, где-то на небесах, заоблачный, а такой же, как и мы. Он пребывал в этой жизни с такими же немощами, как и мы. Посмотрите, вот как он такой был сагбенный, имел болезни, больше, чем каждый из нас, наверное. Но при этом имел в себе любовь, эту радость, этот свет Христов. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень радостно сегодня, не знаю, как вам, но мне очень радостно, что вот у нас во дворике появился такой памятник батюшке Амбросию. Сердечно хотел поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Это было непросто, поверьте. Первый это Андрей, благодаря которому, собственно, мы можем наблюдать этот памятник здесь. И не вижу, не вижу, ну, где-то он есть. Павел, скульптор, который собственными руками все это делал, он очень недоволен, очень недоволен, ему хотел сделать еще лучше, но уж как есть, как Господь благословил. Сейчас, дорогие братья и сестры, давайте прочитаем молитву. Господу помолимся, Господи, Боже, Вседержителю, Боже, Отец наших, благослови и освяти памятник сей в честь преподобного и богоносного отца нашей Гамбросии, старца Оптинского. Яко ты и сей, благословляя, освящая всяческое, и тебе славу высылаем с отцем, с обезначальным твоим отцем, а пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и богоносного отца нашей Гамбросии, старца Оптинского, благодатью пресвятаго духа, воды сия священное окропление. Во имя отца и сына, и святаго духа. Аминь. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и богоносного отца. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и бога. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и бога. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и бога. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и бога. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и бога. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и бога. Благословляется и освящается памятник сей в честь преподобного и бога.